Добрый день, мои хорошие, добрый день, уважаемые подписчики. Снова с вами Николай Сомсиков, агентство «Недвижий ститул». Сейчас я вам покажу дом, где ниже в описании укажу его стоимость, общую площадь и количество земли. Сам дом находится в Краснодарском районе, Абширонский район, от города Абширонска, 4 километра. Смотрим. Вот, друзья, хочу вам показать вот такой дом. Этот ролик я делаю для моих клиентов, моих подписчиков, которые ищут именно дома. Ну, будем так говорить, рядом, именно с лесом. К сожалению, в эфире я не буду говорить, в каком поселке он находится. Ну, он находится 4 километра от города Абширонска. Теперь смотрите, друзья, у нас мы видим с вами в этой части, кстати, дом получается как бы новый, вот блочный. Видно межэтажное перекрытие, вернее, он как бы двухэтажный, планировался. Но на самом деле он одноэтажный дом, он, получается, состоит с двух частей, старый и новый дом. И внутри, в принципе, на первом этаже абсолютно достаточно площади, чтобы не обязательно делать второй этаж. Сейчас мы чуть-чуть попозже зайдем и посмотрим его. Теперь смотрите, была задача найти вот такой дом, подобрать, именно чтобы он находился прямо у леса. Пожалуйста, вот что вы видите, у нас мы видим вдалеке сейчас лес. Как мне собственник сказал, именно при этом доме 16 соток. Чуть попозже мы обязательно посмотрим документы. Ну, радует то, что лес реально рядом с земельным участком. Вот то, что вы видите деревья, это получается, на самом деле их лучше как бы убрать. У нас вот видно поляна, участок вот идет ровно, а потом как бы вверх и прямо до леса. С правой стороны, что вы видите сейчас, это относится уже чуть-чуть как бы другому участку. Он тоже продается. Это, получается, когда-то был коровник. Очень, ну, реально большая площадь, но мы его показывать не будем. У нас, получается, входит в стоимость вот это строение и, получается, вот этот дом. Понятно, что здесь уже давно никто не живет. Это все надо убирать, землю обрабатывать. Ну, а дальше будем уже сейчас смотреть, оценивать с вами состояние самого дома. Давайте сейчас мы с вами посмотрим сам двор. Обратите внимание, очень большой двор. Мы видим просто нереально огромный навес, ну, лично для меня. Навес, на самом деле, очень большой. Двор в этой части полностью забетонирован. В принципе, эта часть тоже забетонирована, но, как бы, видно вот эта часть чуть больше, вот эта меньше. Ну, может быть, специально сделано для того, что когда дождь идет, чтобы вот именно под этот навес вода не шла. С этой стороны, как я вам говорил, обратите внимание, что дом состоит, как бы, из двух частей. Вот это старый дом. Он, как бы, получается, саманно видно, что блок чуть-чуть пристроили. А вот эта сторона, это уже, вот, видно новый дом. Конечно, просится вот в этой части сделать фронтон, чтобы, ну, визуально был красивый. Здесь кровля в старом доме шиферная, а вот где сам дом, много уже металлочерепица. Ну, и самое главное, навес вот с этой стороны и с этой стороны. Давайте сейчас вам покажу саму кухню, потому что кухня именно здесь отдельная. Счетчик пока отключен. Я не стал его врубать. Вот, обратите внимание, какая огромная кухня. Высота потолков составляет 2,60. Он полностью в пластике. На полу у нас плитка, теплых полов тут нету. Касается отопления, здесь все топится дровами. Котел, сейчас чуть попозже обязательно покажу его. Радиаторы с этой стороны, видно трубы. Здесь центральное отопление, кухонный гарнитур и фартук. И деревянное окно вот с этой стороны. Вот деревянное окно. Переходим с вами к кладовку. Кладовка, конечно, очень большая. Кстати, вот здесь перекрытие монолитное. Не знаю, для чего делали, но здесь видно, что, я не знаю, либо затекало, вот видно сырость такая. Прямо вот видно, я не знаю, почему это происходило. Может быть, то, что давно никто не живет, не топилось. Но вот и прямо вот в этом углу тоже, вот прям видно. Вот такие полки, на полу плитка. И вот в этой части электрический бойлер мы видим с вами. Сейчас покажу вам саму котельную. Кстати, у нас получается фасадный забор кирпичный. И ворота и калитка уже металлическая. По поводу ванны. Вот она ванна. Отопление. И раковина. Ну, я имел в виду выход под раковину. Раковину понятно, что это убрать надо. Здесь видно, что полностью все в плитке. Потолок пластик. И пол плитка. Здесь, друзья, осталось вам поставить унитаз. Почему? Потому что именно здесь уличный туалет, который отдельно на участке будет продаваться. Это когда-то все единое было. Осталось вам здесь поставить только унитаз. И все. Кстати, друзья, еще септика тут нет. Септик надо делать. Сразу говорю. Получается, на той стороне вот этого здания желательно септик расположить. Теперь смотрите. Вот этот двор. Вообще, это когда-то все единое было. Вот тот сарай, который я вам показывал. Да давайте, в принципе, сейчас слегонца его покажу вам. С этого ракурса. Видите, это все единый участок. Когда-то был, его хозяин разделил. Вот это все строение будет уже отдельно продаваться, чтобы вы понимали. Когда-то корову. Ну, это хата старая, понятно. И теперь смотрите. Граница участка на данный момент, как он мне сказал, проходит вот как сейчас вот этот сарай располагается. Ну, будем так говорить, чуть больше метра. И смотрите. Вот здесь. У нас получается котел дровяной. Бойлер под горячую воду с неживейки. Ну, это когда уже отопление работает. И учитывая, что у нас здесь центральный водопровод, конечно, накопитель. Он обязательно нужен. Почему? Потому что если вдруг оключит воду, естественно, вода вам как запасная нужная. Вот видно в накопителе, вот рядом мотор стоит. А так вот мы видим на полу плитка. Понятно, что это все надо убрать, почистить, чтобы был нормальный божеский вид. Вот видно, что монолитное перекрытие тоже в этой части. Монолитный. Ну, именно, у меня же, как он говорит, потолок монолитный. Здесь мы видим плитку. Тут тоже мы видим плитку. В этой части просто газоблок. И все. Это получается вот за этой стенкой у нас туалет и ванная. О, вернее, извините, ванная комната, но где можно туалет расположить. Ну, а само строение, конечно, блочное. Теперь смотрите, друзья. Конечно, учитывая, что мои подписчики попросили вот этот дом снять, я, конечно, когда подъехал, он мне визуально вообще не понравился. Честно говорю. Но, когда я зашел в дом, у нас два выхода. Вот этот вход и вот этот вход. Как бы вот этот вход я вот даже забыл. Сейчас объясню, почему. Смотрите. Вход можно отсюда сделать. Дверь металлическая. В принципе, такая хорошая. В плане чего хорошая, что она прямо утепленная. Все. Ну, понятно, что вот это можно подкрасить, чтобы вид был нормальный. Но, смотрим сюда. Обратите внимание. И мы, как попадаем, мы сразу видим, что? Мы видим реально большую комнату. Мне лично, конечно, понравилось. Ну, лично мое мнение, вход с этой стороны. Почему? Потому что, видите, вот вы открыли, и у вас кухня здесь. Вот здесь просится, на самом деле, вот какую-то пристройку, я не знаю, чтобы вот соединить вот эту часть, вот с домом. Но это лично мое мнение. Видно, что толщина стен в блок. Прям видно. Теперь смотрите. Учитывая, что, наверное, год-два дом не топился, видите, вот здесь покрасить надо будет обои. Ой, не, не обои, потому что вот это у нас штукатурка, покраска, ну, шпаклевка. И вот это покрасить. Мы видим с вами под каждым окном радиаторы. Пластиковые окна. Состояние комнаты абсолютно нормальное. И вот то же самое в этой части. То же самое радиаторы, пластиковое окно. И, кстати, вот вид. Вот я не знаю, у меня некоторые подписчики просят, чтобы я вот, если, допустим, живописное красивое место, конечно, вот это сара не сильно живописное красивое место, на самом деле, вот, друзья, смотрите, вот, ну, вот лес, лес. Для некоторых людей, когда вот я имею в виду, что здесь будет чисто, что-то посажено, там фруктовый сад и тому подобное, то реально будет очень красивый вид именно с этого окна. Ну, тут, конечно, решать вам. В этой части дома очень высокий потолок, как минимум 3 метра. В этой части вот с комнаты мы переходим в спальню. Спальня довольно такая нормальная по площади. Помещается двуспальная кровать. Видно, что и кроватка тут детская была. В этой части можно расположить либо этот шкаф, либо какой-то свой. Стоит межкомнатная. В принципе, дверь неплохая. Единственное, что вот видно, ручки просятся, они поломаны. Стены тоже у нас не обои, просто шпаклевка и покраска. Это уже радует, что просто покрасить можно. И смотрите, тоже самое вид. Вид вот с этой стороны тоже. Вон, лес полноценный. Ну и здесь тоже самое радиатор. На полу, что в той комнате, что в этой ламинат. Конечно, цвет такой необычный ламинат, а я первый раз, как будто, знаете, так лаком его кто-то вскрыл. Дальше. Это как бы новая часть дома. Вот то, что вы видите сейчас. Теперь мы переходим с вами в старую часть дома. Вход, вход, который вот когда-то был отсюда. Но лично, мое мнение, отсюда нет смысла заходить. Теперь смотрите. В этой части у нас другая спальня. Видно, что в этом углу, учитывая, что там блок, вы обратили внимание, да, естественно, с той стороны надо утеплить, утеплить, и чтобы вот этой порнографии не было. Видите, естественно, учитывая, что, ну, помещение было холодное, учитывая, что толщина только 20 сантиметров, учитывая, что это бетонный блок, конечно, вот это будет происходить. Вот именно вот эту стенку, и вот эту стенку надо утеплить. Мы видим радиатор тут, пластиковое окно, и пластиковое окно в этой части, и так, где радиатор, и вот он радиатор. Так, комната в общем неплохая, покрашены стены, можно, опять же, ничего не клея, просто перекрасить стены на полу плитка. Просто, друзья, вот этот угол, вот этот угол надо утеплить, по-любому, вот этот угол надо утеплить, потому что эта комната будет выглядеть всегда так, если не утеплить снаружи. Ну и потолок, вот он, пластик. Дальше. Здесь радует то, что у нас три спальни. Это уже хорошо. Даже четыре. Раз, два, а, даже четыре, друзья, извините, даже четыре. Как бы даже, ну, видите, вот комната, да, можно вот так еще перегородку поставить, и у вас будет еще пятая спальня, если надо, если, конечно, надо. Это старая уже часть дома. Мы видим, в принципе, обои нормально. Единственное, вот видно, что резетку, поставить, не выключатель поставить, но это мелочи жизни. Полы так визуально нормально осталось, либо ковролин, либо покрасить, либо линолеум, но линолеум я лично не люблю, лучше ковролин. Потолок выглядит вот так. Здесь, конечно, визуально чуть-чуть негармонично смотрится. Я бы здесь, ну, как бы сделал натяжные потолки. Если мы сейчас камеру опустим, выглядит уже нормально. Плюс-минус радиаторы, пластиковые окна. Это уже старая часть дома. Потом, вот она у нас комната. Она уже непроходная. Два окна, два радиатора. Ну, потолок, опять же, вот как в той комнате. Тут бросится натяжной потолок. Можно оставить так, друзья, смотрите сами. Здесь поместится большая двуспальная кровать. Смотрите, межкомнатные двери. Уже классно. Так, смотрим. Да, закрывается хорошо. Здесь двери нету. Почему? Потому что вот эта комната у нас проходная. Но, опять же, говорю, что можно вот так перегородить. Опять же, если это вам надо. Дальше. Вот тут видно, когда-то печка стояла. Ну, вот эту комнату я назову холлом, потому что она ведет на тот выход, и в спальню, ну, и вот в эти комнаты. Так, ну, тут чуть-чуть темненько будет, друзья. Но, учитывая, что когда-то у нас здесь была печка, вот печка, здесь еще, как бы, ничего не поклеили. Здесь можно поклеить, опять же, обои. Комната тоже, в принципе, неплохая по площади. Двуспальная кровать помещается. Единственное, что вот обои какие-то грязные. Тут желательно, конечно, переклеить. Радиаторы, пластиковое окно. Да, вот тут комнату переклеить надо. Ну, потолок точно такой же. Радуй, дверь хорошая. Дверь хорошая стоит. Давайте сейчас посмотрим. Да, закрывается хорошо. Так, в принципе, что, друзья, смотрите. Спальня здесь. Спальня вот в этой части. Это вторая спальня. Потом мы с вами видим. Вот она, третья спальня. Если надо, вот эту четвертую. Ну, это я даже не буду четвертую. Она проходная. А вот четвертая, которая не проходная. Друзья, вот она. Ну, видно, что комната реально большая. Прямо, прямо, прямо от души. Так, ну, друзья, напоминаю, что этот дом я снял для своих подписчиков, которые именно просили мне сейчас находить недвижимость, которая находится прямо рядом с лесом. Почему я не говорю этот поселок? Единственное, как говорю, что 4 километра, где-то 3-4 от города Абширонска. Рядом находится школа, садик. Что у нас, в принципе, продуктовый магазин. Все, что необходимо, друзья, тут есть. Ну, и город реально рядом. Да, маршрутки прямо рядом проходят. Теперь смотрите, плюс какой тут. Какой? Лес. Это для моих подписчиков, которые я снимаю этот ролик. Лес. Потом вот буквально вот в той части, у нас буквально, ну, от силы, ну, метров 300 протекает горная река, в которой можно купаться и где можно ловить рыбу без проблем. Здесь вот спокойно вы можете пойти. Я просто местных, многих здесь людей знаю, можно грибы собирать прямо вот здесь недалеко. Это без проблем. Дальше, какой плюс? Ну, давайте на вес. Понятно, что здесь давно никто не жил. Понятно, что надо приложить руки. Естественно, надо, необходимо поторговаться. Это однозначно. По документам еще ничего не видел. Попозже обязательно посмотрю, как мне сказали, что здесь 16 соток. Вот то здание, оно тоже будет продаваться. Чуть попозже, если необходимо, я сумму, как бы, укажу. Пока еще даже собственник не знает по сумме. Вот это, что сумма именно этого дома, я обязательно ниже описания укажу его стоимость. Друзья, если вдруг, не только для моих клиентов, если у вас будут вопросы именно по этому дому, вот, не факт, что мои подписчики, мои клиенты возьмут этот дом, будут вопросы, лично мне звоните, пишите, все расскажу подробно про этот дом. Что могу сказать еще про? В принципе, ничего. Тут уже решать вам, стоит, не стоит его брать, потому что, ну, я же говорю, вот я подъехал, посмотрел, его снаружи, он мне вообще не понравился. Но когда я увидел вот это здание, в принципе, вот здесь внутри, и у нас, получается, 4, как бы, непроходные спальни, непроходные, уже реально классно. И обратите внимание, ну, реально очень большая кухня, очень большая, даже я ее назову кухня-гостинка, даже можно так ее назвать. Друзья, будут вопросы, пишем, звоним, мой номер телефона указан ниже, также задаем вопросы в комментарии. Не забывай на меня подписываться, ставить лайки. С вами был Николай Сомсиков, агентство недвижимости «Титул». Пока-пока!